Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Автор описывает резко начавшиеся случайным образом отношения, которые как быстро начались, так и быстро закончились из-за переезда автора в другой город. Ага, отношения описываются автором как очень эмоциональные, потому что оба как огонь, но в то же время автор говорит, что чувств в неё никогда не было, особых чувств не было, любви не было, вот, и она автор вопросов всегда, так скажем, понимала, что эти отношения ни к чему серьёзному не приведут. Вот, но тем не менее, как бы когда они расстались, прошло уже с момента расставания 4 года получается, У автора вопроса до сих пор периодически возникает ощущение, что между ей и мужчиной, которым она рассталась, как будто бы что-то не закончено, как будто бы что-то не закрыто. Ну, собственно, вопрос так и называется, не закрытое отношение. Есть элемент вины, по словам автора вопросов, у неё есть элемент вины. У неё было уже несколько парней, после этого у парня, про которого она рассказывала, тоже девушка сейчас есть. Ну, вот, как бы она периодически, получается, возвращается в прошлое. Вот. Значит, и автор вопроса спрашивает, как вы думаете, с чем это может быть связано, стоит ли выращивать прошлое, в смысле написать ему, вот, встретиться, объяснить, или все это уже давно в прошлом, может ли это порыв быть, может ли мой порыв быть связан с какой-то кармической связью между нами, или все это просто объясняется с помощью психологии. Ну, я думаю, что на этот вопрос, на последний вопрос, у каждого специалиста будет своё мнение, так скажем. Лично я придерживаюсь того мнения, что у психологов, как у специалистов в области психологии, будет своё объяснение этой ситуации, и это нормально, что у нас своё объяснение. У тех, кто занимается кармой, например, да, у них будет своё объяснение этой ситуации, это нормально также. Поэтому я думаю, что объяснять можно, в принципе, по-разному данную историю, вот, но вряд ли от этого изменится, как бы, суть. Что заключается в том, что для вас эти отношения стали чем-то особенным, вот. Вы, возможно, именно, вот, в силу того, что завершились они резко, и вы почему-то не могли их закончить, вот, то, что вы не могли их закончить, косвенно, конечно, свидетельствует о том, что как-то вот вы себя не очень, может быть, хорошо понимаете в каких-то аспектах, вот. Потому что, ну, в противном случае вы бы отношения бы завершили, вот. Ну, или не завершали, если бы не хотели. А так получается, что вы не очень хорошо понимаете, что вам нужно, да. Вот, не очень, не очень хорошо отдаёт себе отчёт, с чего вы хотите. И как следствие, как результат, возникает, конечно же, в данном случае чувство вины. Потому что вы всегда предаёте, вы всегда пропускаете, а число вины – это, ну, расплата, условно говоря. Расплата за вот данный аспект, к сожалению. Хотя, понятное дело, что не только про это идёт речь. Здесь, ну, вот, молодой человек, как мне кажется, нарушил определённые ваши личные границы, когда поставил вас перед выбором. Вот, и, соответственно, это тоже, в какой-то степени может порождать чувство вины. Вот, потому что были нарушены ваши, как я уже сказал, личные границы. Вот, это достаточно такая, как мне кажется, серьёзная проблематика. Вот, поэтому, стоит ли выращить прошлое или нет, как мне кажется, решать вам? То есть, ну, вам, только вы можете ответить на этот вопрос. Потому что это ваша жизнь, и вам решать, как действовать. Ну, я думаю, что совершенно точно стоило бы попроживать то, что вы так или иначе чувствуете и ощущаете. То есть, стоит ли вы обратить внимание на то, что вы чувствуете, на то, как вы чувствуете. И, вот, стоит ли вы обратить внимание на то, как вас это задевает, вот, ситуация в целом, которую вы описываете. А может быть, вам чего-то не хватает в ваших, ну, настоящих ваших, так скажем, текущих отношениях. Может быть, вам чего-то не хватает. Вот, и вы, когда вам чего-то не хватает, вы начинаете чувствовать определённую потребность в этом мужчине. Потому что вам начинает казаться, что если бы вы не расстались, то вы были бы, например, счастливы и так далее. Оно правда заключает в том, что это совершенно не факт. Точнее, одно от другого никак не зависит. Я думаю, что в глубине души вы понимаете. Лично мне кажется, что основная трудность ваша заключается в том, что у вас не получается устраивать вообще взаимоотношения с мужчиной. Вот, что мне кажется. То есть, вы говорите, что это не первый человек, от которого я бросила. У вас были уже после этого несколько отношений. Вы говорите об этом. И вы говорите о том, что не первый, а что, как бы, ну, не первый мужчина это. Вот. То есть, мне кажется, что вам сложно выстраивать отношения с мужчиной. Вы как будто бы их, ну, не знаю, или боитесь, или опасаетесь, или вот что-то такое. Как будто бы есть у вас. Вот. Как будто бы, опять же, да. Опять же, повторюсь, да. Как будто бы. И вот этот момент, если он есть, его нужно прорабатывать, конечно же. Вот. Вот. Чтобы вы могли выстраивать хорошие, адекватные отношения с мужчинами. Вот. Чтобы вы могли это делать. Ну, так как вам хочется, например, вот, и не тратить вот свое время на какие-то другие вещи. Вот. Не тратить, например, свое время на отношения или на человека, которого вы не любите. Вот. Правда, здесь имеет смысл, конечно, несколько выяснить аспект, связанный с тем, что вы вкладываете, вот, собственно, в любовь. Ну, может быть, вы и не можете сейчас любить, может быть, у вас нет ресурсов, может быть, вы слишком много ресурсов тратите, так скажем. Но. Какие-то другие вещи. Вот. Потому что мне показалось, что, может, вы судьбе сомневаться. Мне показалось, что, может, вы чего-то боятся. Мне показалось, что, может, вы, в принципе, по поводу чего-то привозится. Вот. И это, если, если это правда, то вам, конечно, достаточно сложно будет и тяжело. Вот. Поэтому здесь я бы хотел по возможности максимально вот обратить ваше внимание на данный аспект. Вот. Да. Такое часто бывает, что, когда обращаешься к проекту, да, так вот, ну, вот бывает такое, что напишешь человеку и вроде как, значит, понимаешь, например, что он уже не тот, да, понимаешь, что он уже другой, понимаешь, да, что он уже как бы уже изменился. Вот. Понимаешь, как бы это всё. Вот. Это правда. Вот. Но мне кажется, что сперва вам нужно разобрать вот эти аспекты, которые я попытался обозначить. Вот. Вот. А именно вот ввиду возможной проблематики, которую я описал. А следствие с парнем, это уже детали. Вот. А постарайтесь ответить себе сами на такой вопрос. Счастливый ли я сейчас? Вот. Именно сейчас. Хорошо ли мне? Вот. На этот вопрос вам можно постараться ответить. И от этого уже отталкиваться. Так вы сможете достаточно быстро прийти к пониманию моментов, которые для вас являются важными, чем, например, гадать. Бат. Бат. То есть чего вам не хватает? В каких, например, случаях вы думаете про мужчину? Вот. В каких, в каких ситуациях вы про него вспоминаете? Вот. И, соответственно, от этого уже можно будет отталкиваться. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему вопросу. Ой, по моему ответу, простите, пожалуйста. Вот. Это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго, удачи. И обращайтесь в ваша помощь. И обращайтесь в вашу помощь. Продолжение следует...